Замечательный Марат Гельман будет сейчас моим собеседником. Марат, приветствую тебя. Добрый день. Рад приветствовать. Добрый день, да. Привет. Рад приветствовать. Давай начнём с события, казалось бы, никак не связанного с Российско-Украинской войной. Турция. Ужасная трагедия, которая там произошла. Я тебе покажу две фотографии. До и после. Нью-Йорк Таймс опубликовала фотографии известных мест в Турции до и после землетрясения. На фотографиях можно увидеть мечеть в Малатье, отель Авсар, отель-курорт Тренд-Гарден и замок Газиантеп. Вот мы можем посмотреть на это всё, каким это было и каким это стало сейчас. Это просто неописуемый кошмар. И второе. А это до и после, вот как это связано, русского мира, фотодрам-театра в Мариуполе, дом в Бородянке, исторический дом с часами в Мариуполе и Николаевская администрация. Там силы природы, здесь силы людей, их безумие, этой войны, которая не имеет конца, с непонятными целями и с непонятным количеством жертв, которые будут. Вот где ты тут находишь что-то совместное, а где разница? Нет, ну разница очевидна. Ты сам сказал, да? С одной стороны, как бы стихия, то есть природа, вообще это часть такого, часть естественной истории человечества, которая живёт на планете, а планета живёт ещё и своей жизнью. Вот. И это беда, и эти беды мы знаем, и День Помпеи знаем. Ну, то есть как бы... Но общее то, что вот меня и там, и там, больше, конечно, волнуют даже не эти руины, хотя человек культуры вроде бы, понятно, и там архитектурные шедевры, вот, а количество людей. То есть вот пять тысяч человек погибло из-за этих землетрясений, меня это как-то вставляет больше, потому что, ну вот, материальный мир, то есть он на то и материальный мир, чтобы там восстанавливаться, разрушаться, восстанавливаться, снова разрушаться. То есть, а человеческая жизнь, она как бы дана Господом, и, по идее, одна из важных, как бы, ценностей для меня, что человек уходит естественно, естественно, да, то есть приход-уход человека, это естественный процесс, человек успевает состариться, человек успевает исполнить какую-то миссию, которая на него была возложена Господом, и уходит. И вот это, вот нарушение вот этого, вот эта насильственная смерть, назовём так, то это, конечно, это страшно и там, и там. Неожиданно. Ну вот они объявили траур на целую неделю, и ужасно, ну вот я напомню, что это, подобного не было, как сказал президент Турции с 1938 года. Последний раз было нечто такое. Отголоски везде, ещё там в Сирии, тоже погибли, непонятно сколько, непонятно, кто им будет помощь оказывать. Кстати, Украина предложила оказывать помощь. Вот, так что ужасная история. Было землетрясение, вот пять тысяч погибших, было землетрясение в Китае, просто китайские власти его скрывали. Собственно говоря, художник Ай Вай Вэй, стал диссидентом в тот момент, когда он собрал, он с волонтёрами собрал информацию о погибших в этом землетрясении и предал её гласности. А китайские власти пытались это скрыть. И в этом как бы и разница, да, всё-таки одно дело, когда беда, и все могут помочь, и все страны, естественно, готовы прислать свою помощь, а другое дело беда, и в этот момент, значит, государство закрывается, и даже информацию закрывает. Ну, в Китае это было связано ещё с тем, что такое количество жертв среди детей, особенно, было связано с тем, что один из подрядчиков, строившим школы, что-то украл во время стройки, и там были какие-то ненадёжные. В общем, то есть я просто к тому, что мы, ну, не то, что умеем справляться, но мы справимся с горем, да, вообще, вот с горем, которое пришло естественно, то есть тебе невозможно с ним бороться, тебе надо именно с ним справиться, да, и вот, может быть, в такие моменты мы себя чувствуем человечеством, да, когда мы все вместе помогаем. А вот такая ситуация, когда вот с агрессией, то здесь, конечно, надо именно противопоставлять себя, да, ты природе себя не можешь противопоставить, а здесь мы обязаны противопоставить себя вот этой агрессии. Да, ну вот, происходят всякие разные… Я ещё добавлю информацию, я сегодня читал, что геологи говорят о том, что в результате этого землетрясения вот этот шов двух плит, которые двигались, сдвинулся на три метра, чтобы было понятно, обычно это бывает не больше трёх-четырёх сантиметров в год. Вот такая вот тяжёлая история. Кстати, она на весь Кавказ пошла, в Тбилиси чувствовали, там люстры качались и так далее. В общем, колоссальное несчастье. Тут пришла новость довольно интересная, как-то меняется в отношении России словарный запас. Как-то другие страны вспоминают старые слова, которые они давно забыли. Прочитаю тебе эту новость. Японские власти вернули термин «незаконная оккупация» в отношении южных Курил. Они вернули её в публичную дискуссию вокруг южной части Курильских островов. Такая формулировка впервые с 1918 года появилась в тексте итогового заявления участников ежегодного общенационального митинга за возвращение северных территорий. Это у них в Японии проводится каждый год. Которым участвовал, между прочим, премьер-министра и министр иностранных дел, а также депутаты и чиновники. Почему меняется эта риторика? На что рассчитывают японцы, на твой взгляд? Ну, я так скажу, я буквально вчера сформулировал для себя, потому что вопрос был такой, что вижу ли я возможность прямого столкновения НАТО и России. И я сказал при одном условии, что будет открыт второй фронт. То есть, собственно говоря, Россия, которая сконцентрировала сейчас все ресурсы на войне с Украиной, на линии фронта, и существует некая такая уже система вот эта, при которой страны НАТО помогают Украине оружием, но не участвуют непосредственно. И как бы есть ощущение, что некий, ну, не то чтобы тупик, но какой-то такой стопор такой, да, то есть обе стороны стоят и начали говорить про там корейский вариант, что там без мира, без перемирия, но зафиксируется вот эта линия фронта в качестве гипотетической границы. И тогда я сказал, что я вижу другой вариант, что должен открыться где-то второй фронт. Россия должна по своей поневнимательности влить в это что-то. То есть так же, как они думали, что там, в Украине они будут, что Европа не будет помогать Украине, они могут вляпаться в Сирии или в Японии в какой-то еще один конфликт. И вот там уже их может встретить еще уже другой какой-то сценарий. Вот. И вот открытие второго фронта было бы решением ситуации. То есть тогда я понимаю, как Россия проиграет. Вот. Собственно говоря, опять это аналогия, никуда не денешься от этих аналогий с гитлеровской Германией. Открытие второго фронта означало поражение. Ну, как бы в этот день было поражение. Поэтому, если японцы рассчитывают именно на это, на то, что в этой ситуации для России смерти подобно пытаться вот такой повышение дипломатических другого языка, ответить на это какой-то такой милитаристскими запугиваниями, вот, то они рассчитывают, может быть, что это как раз хороший момент для того, чтобы вернуть себе эти острова. И для нас, хотя это там далеко-далеко, для нас, я считаю, это, по идее, очень хорошая новость. Любой конфликт, в который сейчас влазит Россия, потенциально может стать вторым фронтом. Интересно. Ну, я не думаю как-то, что японцы рискнут. Хотя острова, острова, ну, острова. Так, может быть, не рискнут, но если они проконсультируются с мировым сообществом, если они получат гарантии, что в случае чего поможем, то почему бы и нет? Как бы они тоже вроде маленькие, но это многочисленная нация. Вот. И они долго ждали. Они тоже не смогут без какой-то помощи, а сейчас вся помощь реально направляется Украине. Тут, мне кажется, второй фронт опасен и для... Нет, нет, я думаю, что... Дело в том, что помощь Украине идет, ну, назовем это так, помимо войск НАТО. Я думаю, что на втором фронте это будет немножко другая ситуация. Если это будет отдаленно, то там будут работать уже войска НАТО. То есть, это как бы дополнительный ресурс. Просто в украинском, так как это европейский такой конфликт, в украинском конфликте считается, что слишком много рисков связано именно с тем, что если будут непосредственно участвовать войска НАТО. Ну, на сегодня. Вполне возможно, что в другом это будет по-другому. мы же знаем, что было какое-то небольшое столкновение в Сирии американцев и ЧВК Вагнера. Значит, Америка признала ЧВК Вагнера вне закона, то есть, что она вполне может вообще не считать, что это конфликт с Россией. Они уничтожают террористическую организацию. Ну, что-то в этом есть. Я покажу да, извини, я покажу тебя сейчас значит это фото Дмитрия Анатольевича Медведева. Я его большой фанат всех его заявлений. И он вот говорит о вот этих разговорах, как будет дальше двигаться сценарий по 38-й параллели. Значит, он разложил Украину на корейский сценарий. Якобы страна будет поделена на две части. При этом оккупированные территории, созданные террористами Квазиреспублики, Медведев природнял как раз к северокорейским. По его словам, различие одно. Северная Корея стала самостоятельным государством, а оккупированные территории Украины якобы вошли в состав сверхдержавы Российской Федерации, обладающей полным суверенитетом и грозным оружием. Вот такая вот история. Вот вы видите то, что он примечательно здесь другое, пишет он. В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае раздел на части. А по сути, это первый шаг к признанию, и дальше он выделил сложившихся на земле реалий. Он лжёт, я сразу могу сказать. Никто не заявлял про какой-то корейский вариант в Украине. Вот такие больные фантазии. Ну вот видите, вот проброс, сказали без источника и прочее, прочее. Давно Дмитрий Анатольевич не был в Киеве и не знает здесь, какие настроения. Тут такие настроения, что мало не покажется. А вот Российская Федерация, отвечу я ему, может быть неожиданно разделена по очень многим не широтам, а долготам. И по широтам. Да, такое тоже может быть. Вот боюсь, что такие вещи. Расскажи о своих планах Богу, Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Вот я бы сказал. По-моему, такие больные фантазии. На самом деле ведь вот этот переход, не достигнута ни одна цель, которая заявлялась в качестве целей войны или спецоперации. Вот. И поэтому так как нельзя остановить, то есть уйти нельзя, значит, то Кремль пришел вот к этой новой идеологии, что война это состояние, что главное не цель, а процесс. И поэтому надо сделать так, чтобы процесс был бесконечным. И что вообще нормальная жизнь Российской Федерации нормальная жизнь российского гражданина это война. Даже если ты там мирный, то ты как в тылу, ты должен все для фронта, все для победы. То есть и вот эта идея ни войны, ни мира, вот сохранение вот этой превращения линии фронта в границу, это и называется у Медведева реалии на земле, которые. Значит, и здесь, конечно, вопрос заключается в том, что Россия готова ради вот этого многолетнего такого состояния жертвовать своими гражданами. То есть они могут сделать вот эту груз-200 как плановая убыль. вот там мы там ежемесячно пять тысяч человек умирают. Окей, записываем. Значит, нам надо, чтобы десять тысяч рождалось, половина из них мальчики, ну и так далее, и так далее. То есть это их, то, что у них в голове, так как выиграть, они понимают, уже невозможно, у них в голове превратить войну как событие в войну как состояние. Такое перманентное. И в этом смысле Северная Корея именно тот самый случай, когда граница границей стала бывшая линия фронта. Вот. Насколько это реально? Значит, ну, надо иметь в виду, что при том, что с исторической точки зрения Путин уже проиграл, да, то есть 24 февраля, собственно говоря, он сделал первый шаг к разрушению собственной власти, но это может длиться какое-то время. Здесь очень важно, чтобы мы все понимали, что это поражение, оно не в кармане. Его надо добиться. И мы все должны к этому прикладывать какие-то усилия. И вот этого не должно быть, ну, то есть, условно говоря, они морально-то проиграли, но пока пока их поддерживает население России, они могут держаться. Ну, там, меньше, больше, у них людей много, вот. То есть, вот сейчас такой момент, когда надо понимать, что все цели, которые он заявил, от них уже отказался. Прошу предъявления. Да, звонит кто-то сейчас. Ага, ну, я так понял, что там был звонок и выскочила связь. Да, сейчас вернем. Я хочу, кстати, вам сказать, что главная новость вот на украинском сайте «Украинская правда». Данилов, я напомню, это секретарь сайта безопасности Украины, намекнул, что Украина уже может наносить удары по территории России. Я вам эту новость почитаю, а когда присоединится наш гость, то я продолжу ему. Он заявил, что со временем Украина получит самолеты-истребители F-16 американского производства, но уже сейчас у страны есть собственное оружие, способное нанести удары по территории России. Он сказал, что это только вопрос времени, когда мы получим F-16, они обязательно придут, к сожалению, тем временем мы теряем наших людей, борясь за нашу независимость. Ну и еще его фраза, что касается российской территории, это интервью CNN он дал. Что касается российской территории, то никто не запрещает нам уничтожать цели оружием, произведенным в Украине, есть ли у нас такое оружие. Да, есть. Я вам хочу сказать, что сегодня над Калугой то ли упал, то ли сбили украинский беспилотник, а если я не ошибаюсь, от Калуги до Москвы что-то сто с чем-то километров. В общем, мечты сбываются. К нам возвращается наш гость Марат Гельман. Марат, позвонил тебе Байден, наверное, что-то сказал важное. Все же иностранные агенты, все агенты Байдена. Понимаешь, что поделать. Ну вот, да, это, конечно, тут, как мне кажется, просто, понимаешь, да, тяжело сейчас Украине, тяжело, но видя настроение и украинской армии, и украинского общества никоим образом не видно никаких шагов, никаких поползновений к тому, чтобы что-то фиксировать и так далее. Понимаешь, вот нету такого. Вот я скажу, что вот наша мысль, там, Форум Свободной России как раз видит своей задачей работа такая, немножко на два фронта, потому что вот, когда я говорю об этой успокоенности, я, конечно же, имею в виду не украинское общество, которое видит это все, а Европу. То есть, мы работаем для российского общества, как бы, это наша задача нести правду. И второе, это объяснять европейцам, что война еще не выиграна. Вам кажется, ему уже кажется, что Путин проиграл. То есть, он как бы морально проиграл, да, он остался один, он там под санкциями, он военная, ну, как бы, фиаско, но на самом деле ресурсов у страны еще очень много. Поэтому очень важно вот это объяснять, что еще предстоит и предстоит и предстоит в Европе, как минимум в Европе. Мы 24-го числа делаем большой митинг в Берлине, то есть, и основной его посыл это, конечно, обращение к немецким властям о том, чтобы они увеличили военную помощь, в первую очередь, Украине. Вот. То есть, и увеличили, и ускорили. Потому что вот этот момент, когда они знают, что в начале лета ресурсы Украины резко увеличатся, он делает очень опасной весну. Вот. То есть, Путин может попытаться как бы сделать там очередное как бы кровавое вот это все весной. То есть, все очень... Почему? Оно уже сейчас, оно уже сейчас, я скажу тебе, и ты это знаешь, уже сейчас происходит. Идут всякого рода наступления с разных сторон, тестируется, где какая оборона. Они хотят, они это делают, они прекрасно понимают, что это все нужно делать сейчас. Вот почему и Институт изучения войны, и вот почему украинское руководство всячески говорит о том, ну и американцы, соответственно, говорят о том, что вот где-то, ну, начиная с 10 февраля, можно ожидать их крупного наступления. Но другие военные, прости, я договорю, военные аналитики, они говорят противоположное. Они говорят, что это шапкозакидательские вот эти вот все варианты, в них больше пропаганды, чем реальности, потому что ничего нового не получилось. Массовое, там, объявление военного положения, например, это я не успокаиваю, я просто рассказываю информацию. Значит, объявление военного положения и тотальная мобилизация не произошли. Границы открыты, люди могут уезжать, как только они почувствуют что-то вот такое вот. Хотя, тут Бабченко подсчитал, что выехало, вот мы говорим, выехали там, выехали, выехали там, миллионы, миллиарды, на самом деле выехало 0,03% населения России, вот этих, которые боятся войны, которые не хотят в ней участвовать по разным причинам. А остальные остались. Он неправильно считает, это считает, это война обязана. от 30 миллионов, а не от 140. Хорошо, подожди, дело не в этом, прости, мой дорогой, знаешь, в чем он прав? Он прав, что осталось, кому воевать. Правильно? Осталось, кому воевать. Это первая история. Но, опять же, у них не появилось нового оружия, они вот выстреливают, мы все знаем, не буду повторять, то, что у них есть, переделаны, и так далее, и так далее. Идут крутые разговоры, что они там строят какой-то завод, значит, вместе с иранцами, подтверждений этого нет. Вот, понимаешь, как-то, мне это все приятно слышать, но проблема в том, что разделить правду и слухи здесь невозможно. Поэтому украинцы, я вот тебе скажу, они спокойно к этому относятся. Вот спокойно. Смотри, я смотрю на на эту ситуацию так, что что можно сделать? Ну, допустим, потому что, если мы, допустим, правильно оцениваем или неправильно, какая разница, да? Важно, что если мы из этой оценки для себя делаем вывод, вот если мы будем это делать, мы, значит, сломаем их план. Значит, я думаю, что правы те, которые говорят, что без мобилизации ничего не получится. То есть, вот этого нового наступления ресурса нет. Значит, мобилизация будет, они готовят, сейчас говорят, что просто реально изменили всю эту базу, вот это Министерство обороны, то есть, они теоретически могут в течение двух недель, значит, поднять, достать каждого военнообязанного. То есть, и вот мое, как бы, мнение очень простое. Надо сорвать эту, пытаться сорвать эту мобилизацию. Что это означает? Первое, говорить правду, правду о войне, правду о потерях в войне, правду о том, в каком, ну, собственно говоря, о том, что рано или поздно убеждать, доказывать, что рано или поздно они проиграют. Это первое. Второе, помогать уехать военнообязанным. Потому что, ведь для того, чтобы уехать, кроме открытых границ, нужны какие-то деньги, какое-то жилье на первое время, да, ведь военнообязанные, это чаще всего молодые ребята, у которых там запасов может и не быть. То есть организовывать, собственно говоря, каждый уехавший, это минус один солдат. И сейчас это очень важно. Поэтому мы вот пытаемся, и здесь, кстати, мы находим, находим понимание, ну, по крайней мере, в Германии, то есть в принципе облегчение возможности уехать и переждать или там наоборот даже каким-то образом там интегрироваться в европейскую жизнь. Это важная задача, которую я могу решить, да, потому что я не стою с оружием, я не, у меня нету там денег, чтобы финансировать, но мы можем организовать пристанище, убежище, мы можем сагитировать людей, уехать, объяснить им, как уехать лучше и так далее, и так далее. Границы, я думаю, они не закроют. Прости, 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 Марат, но для этого страны, ну, например, та же Германия должна пускать людей с русскими паспортами, а этого не наблюдается. Этого нет. Наблюдается? Наблюдается? Ты знаешь? Как наблюдается? Вот сейчас, сейчас я просто был свидетелем, они приезжают к нам в Черногорию, здесь, это уже отработанный механизм, понятно, что Черногория помогать не может, они живут, вот мы создали пристанище, такое временное убежище, здесь они подают документы, и через месяц почти все, буквально все, оказываются в Германии. В каком статусе? Ну, это гуманитарная виза, то есть они получают даже и помощь, они живут не в Берлине, и их отправляют в какие-то города, Эссен под Кёльн, ну, то есть какие-то, то есть это происходит. Немцы на самом деле молодцы, они, может быть, ну, не делают это громко, как заявление, чтобы не получить какой-то огромный, там, этот самый, да, но в целом они работают как машина. и вот вчера у меня были ребята в гостях из Перми, они здесь ждут немецкую визу до этого, то есть постоянно, то есть этот процесс идет, он очень важный, я считаю, и, конечно же, вот этот момент, это как битва будет большая, то есть с одной стороны политические амбиции Путина давайте вперед, армия ему объясняет, для того, чтобы вперед нужна мобилизация, и при том, что они понимают, что для них мобилизация это, во-первых, потеря, поддержки населения, потому что население не хочет воевать, оно хочет поддерживать, вот, они вынуждены будут идти на эту мобилизацию, и вот это наша с тобой битва, то есть которой люди, которые говорят через Ютуб, которые люди, которые занимаются там переговорами с европейскими этими гуманитарными организациями, становятся солдатами, то есть если мы сорвем эту мобилизацию, то мы внесем свой вклад в победу Украины. Спасибо тебе большое, у нас закончилось время, я очень признателен, что ты приходишь ко мне в эфиры, и вот мы с тобой размышляем, чего нам делать дальше. По сути, если разобраться, мы вот с тобой константируем, константируем, боже, констатируем войну, но ищем мир, и вот мир идет вот в том числе и через такие вещи, мир через бегство людей, через срыв мобилизации. Дай Бог! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok